Дорогие товарищи, друзья, для вас, жителей города Кишинёва, где вы работаете, учитесь, отдыхаете, для дружеников ночной Молдовы, юбилей столицы, большой и светлый и радостный праздник. Так обратился к кишинёвцам в октябре 1966 года первый космонавт Юрий Гагарин. Его поездку в советскую Молдавию, приуроченную к 500-летию с момента первого упоминания Кишинёва, ещё помнят, теперь уже старожилы, тогда молодые и звонкие лидеры комсомола. Я не помню, по-моему, мы там через крышу или как его, так сказать, вызволяли, чтобы он мог выйти, потому что невозможно. Здесь, это из правительства его вызволяли через крышу? Да. Ну, что через парадный невозможно было бы пройти, там плотно было всё забить. Любовь, конечно, при всём при этом. Он очень прост был. В общении, автографы, всё, что просили, он всегда всё выполнил. Три дня, проведённые Гагарином в Молдавии, были расписаны по минутам. Встреча со школьниками, комсомольцами, побывал на свадьбе, посетил криковские подвалы и, конечно же, по традиции посадил два дерева. Одно в Центральном парке, то ли Штефана, то ли Пушкина, второе на Аллее Дружбы, на Рыжкановке. За 55 лет деревья окрепли, а памятные таблички рядом с ними пропали. Первые 12 апреля открыли табличку в центре города. Мероприятие было малолюдным, с соблюдением всех противоэпидемических норм, но начали произносить речи, и тут прибыла полиция. Полиция убедилась в соблюдении правил и удалилась, а прерванный оратор вспомнил о детских мечтах. Наверное, каждый пацан стремился стать либо летчиком, космонавтом. То есть космонавт считался эталоном, эпогеем мужественности, мечты молодого мальчика, парня, юноши. Следующая точка – Рыжкановка. Это был долгий проект, к которому я имею отношение. Бросила клич в соцсети «Где же дерево Гагарина?». Опознали и решили всем миром вернуть на место табличку. Все все делали на условиях волонтерства. Ну, то есть бесплатно. Скромные церемонии открытия и тут решили подрихтовать. Но уже местные жители. И уже в позитивном ключе. Мы молодцы. Вчера так работали. Ребята, я смотрела. Сама выучила после двух партнеров. Мы что-то помогла. Какая была красота. У нас все уничтожает. Условы, два, три. Очень красиво. Молодцы. Установить место таблички помогли жители этого же дома. В 60-х они участвовали в закладке аллеи. До сих пор помнят, какое дерево кем посажено. Может, получится восстановить все мемориальные таблички. Одно за одной. Такой он альтруизм. С такими мыслями мы отправились в Аргеевский район. Там тоже есть гагаринский след. В селе с интересным, необычным названием Березложа Аргеевского района много традиционных вещей для любого молдавского села. Ну, церковь, разумеется. Есть памятник погибшим во время Великой Отечественной войны. А есть бюст Юрия Гагарина. Вот казалось бы, что общего у Аргеевского села с первым космонавтом оказывается. Долгое время здесь был колхоз имени Юрия Алексеевича Гагарина. И молодые люди в 1980 году решили, что нужно здесь установить еще и бюст первому космонавту. Сказано, сделано. Собрали, установили. Среди почетных гостей представители Россотрудничества местных властей и инициатор установки памятника в 1980 году Андрей Глоба. Хоть колхоза имени Гагарина 20 лет как нет, но первого космонавта здесь знают все. Купище ты, где женщина есть, и Гагарин. А дети знают, кто такой Гагарин? А то как же. Я шел и спросил детей, которые там были, знаете, какой сегодня праздник? Да, Юрий Гагарин полетел в космос. Ну, конечно, все знают. Ай, вы зудак. Он у нас там ржется. При подготовке памятника к празднику несколько перестарались, подкрасив одежду. А может, это и есть народная любовь, когда так любишь героя, что даже краску из личных запасов на общественный памятник не жалко. Гагарина любили, любят и будут любить в Молдове. Такой уж мы народ с широкой душой. Всех любим, всех помним.